Дорогие друзья, здравствуйте! Вы смотрите программу «Рождённые в СССР» В студии я и её ведущий Владимир Глазунов. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашей программы, как и происходит каждый вечер. Звоните нам по телефону 127-72-78. Наш электронный адрес в интернете – nostalgie.tv.ru «Рождённые в СССР» В гости к зрителям телеканала «Ностальгия» пришла сегодня уникальная группа, уникальный коллектив, работающий в жанре этнической музыки. Программа «Ансамбль» основана на музыкальном фольклоре малых народов финно-угорской группы. Эрзия, Мокша, Шокша. Выступление этой группы не просто концертный сет, как мне кажется, а настоящее этнографическое действие с реконструкцией древних обрядов и деталей национальных праздников. Итак, группа «Оэме» сегодня у меня в гостях. 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 Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Ну, наверное, по-эрзиански будет говорить Лариса, а переводчиком будет Аня и мы все остальные. То есть вы настолько проникли в собственное творчество, что, в принципе, и разговариваете, и поете на, допустим, финно-угорской истории. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Поэтому... Потому что различия и в культуре, и в многолосии, и в, так скажем, песенных жанрах, и в головных уборах. Ну, там, в свадьбе тоже есть различия. Других обрядов. Играет музыка. Ну, нам тут, в общем, эти различия, многим, я так подозреваю, не очень знакомы. Сегодня нас просветят девушки и музыканты. В чем разница? Хотя, с другой стороны, мне кажется, вот просто само погружение даже в музыку, в музыкальную культуру, в традиции, в корни, это для нас уже, во-первых, экзотично, во-вторых, любопытно. Поэтому сегодня, я думаю, кто вот вначале включил нашу программу, те до конца останутся с нами. Поподробнее о группе прямо сейчас в визитной карточке, потом вернемся. Этнографический музыкальный коллектив ОМЭ основан в 2011 году. Программа базируется на музыкальном фольклоре Эрзя, Макша, а также исполнении песен народов Шокша. В основе традиционное женское многолосное пение. Репертуар ОМЭ состоит из календарных и обрядовых песен, а также песен жизненного цикла Мордвы, Эстонцев, Венгров, Аварцев, Даргинцев. Коллектив пользуется популярностью в стране и за рубежом. За годы существования группа выступила в Малайзии, Венгрии, Словакии, Финляндии, Эстонии и многих других странах. В 2017 году клип «Вайя» группы ОМЭ был признан лучшим музыкальным видео в России. На базе собственных этнографических экспедиций участники группы ОМЭ занимаются реконструкцией древних обрядов и ритуалов, национальных праздников, многие из которых они и адаптируют для сцены. Ну, я не знаю, будут ли адаптированы сегодня многие национальные праздники, про которых я говорил в «Визитной карточке», но вот про клип «Вайя» я вам говорил только что в «Визитке». Мы обязательно хотя бы фрагментарно его покажем, но вы уже эту песню слышали в самом начале, да, нашей встречи сегодня? Да, ее любят, и нам как-то даже приходится начинать выступление с этого трека. Почему-то так получилось, ну, как музыкант, я могу сказать, что он форматный, три минуты, да, ну и, в общем-то, там такой шквал энергетический, и она в плане оранжировки, она лаконичная, такая просто молоток. Молоток и Ежевика Спиркина тоже, с которой я разговариваю чаще всего, поскольку, видимо, является одним из основателей и руководителей коллектива «Ежевика», да? Да, так получилось, что там, ну, больше десяти лет назад чуть-чуть, да, идея пришла Владимиру Осинскому, это наш сам продюсер, под влиянием наблюдения вот надо мной, так скажем, то, что я уже работала на студии у Владимира Осинского, и затем, ну, мы отчет, вот, день рождения группы, мы считаем, это 19 июня 2011 года, когда мы вместе собрались и выступили. То есть вам скоро 10 лет уже будет, да, коллектив? В фестивале «Дикое мято», да. Давайте покажем «Дикое мято», если есть возможность прямо сейчас, это, по-моему, четвертым сюжетом у нас идет. Давайте посмотрим, потом вернемся. Амельганз, 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 амельганз. Ну, я думаю, что неоднократно группа принимала участие на фестивале «Дикая мята», на фестивале «Ворд Мюзик», поскольку, ну, во-первых, он тоже пропитан этникой, этот фестиваль, во-вторых, знакомство там состоялось, а потом уже, я так понимаю, что вы стали приезжать туда регулярно. Или это вот не первое появление, да, ваше? Мы показали. Да, это второе появление, а первое, как вот мы попали, мы прошли такой большой, говорят, прям реально большой отбор среди вот таких неизвестных юных групп, ну, в общем-то, если мы неизвестны для определенного какого-то региона, значит, мы юные, в этом плюс, так скажем, этники. Даже по лицам это понятно, вот рядом со мной стоящие красивые девушки, юная девушка с вами. Очень, очень юная. Так. Вот, а затем уже на второй год, да, они нас уже повторно пригласили, мы понравились. Да, можно передать, наверное, директору фестиваля, да. Давайте передадим, как зовут директора. Да, Андрей Клюкин. Андрей Клюкин, привет вам большой. Приглашайте регулярно на Дикую Мяту всем составом. А мы с удовольствием будем освещать эту историю на телеканале «Ностальгия». Ежевика, есть традиция, в начале нашей программы наши гости зрители о чем-то спрашивают. Ежевика уже подглядывает телефон, знает эту традицию. Нужно зрителям задать какой-то вопрос, желательно связанный там с ностальгией, с прошлой жизнью. О чем вы бы спросили? У нас за 10 лет коллектив неожиданно вырос, особенно вот за этот момент, так скажем, самоизоляции, пандемии, как ни странно. И вот у нас одна девочка, которая сегодня передавала вам, кстати, огромный привет, Шумбрат. Прям запомните это слово. Шумбрат? Да, Шумбрат. Шумбрат я посылаю тебе в ответ. Как девушку зовут? Анастасия. Анастасия, спасибо большое. Шумбрат я посылаю туда, я надеюсь, он доходит сейчас. И спасибо за те вопросы, которые ты помогла коллективу сегодня. Я уже поможешь озвучить сейчас. Да, вот она прислала как раз вопрос, и я его задам сейчас. Озвучивай, давай. Вопрос для Викторины. Так. Две точки. Так. Этот сатирический песенный жанр был позаимствован Эрзи и Мокши у русских и был особенно популярен в 20 веке. Угу, какой жанр был позаимствован у Эрзи и Мокши? Нет, Эрзианами и Мокшанами у русских. А, Эрзианами и Мокшанами у русских, да? Да, и особое распространение он получил именно в 20 веке. Я имею в виду, наверное, музыкальный, песенный жанр. Музыкальный, песенный. И самая большая подсказка, мне кажется, что это вот, при том, что музыкальные песены, он сатирический. Мне кажется, в этом уже есть какая-то такая, на поверхности ответ, мне кажется, уже находится. 127-72-78 номер нашего телефона. Я думаю, что мы какой-нибудь приз обязательно для победителя выпросим у группы. Да, конечно. Ой, мя, да? Да. Диск, да, я думаю, можете подарить. Да, наш этнографический альбом, мы же ездим в экспедиции. Да. Можно развернуть и вот открыточку, где в форме рыбы, это культурный код фенограф, а Эрзи Мокши – это фенугры. Это наша открытка. Диск. Вот в виде рыбы мы изобразили, так скажем, нашу Россию и примерно показали, где проживают фенугорские народы. А их достаточное количество. Другой стороны, там будет рыба. А, открытка рыба вот здесь, да, рыба вот здесь, с этой стороны, да? Да, рыба вот здесь. Ну, какую рыбу она говорит? Вот же эта рыба. Есть возможность показать? Бликует, да, немножко? Ну, цель выиграть, вот выиграйте и посмотрите. Да. Ну, хорошо, нужно выиграть и посмотреть. Я думаю, это несложно, друзья мои. Давайте звоните, 127-72-78. А поскольку у нас там девушка подготовилась к викторине серьезно, если вы быстро ответите, мы еще какой-нибудь вопрос вам обязательно адресуем. А пока следующую песню слушаем, да? А, да. А сейчас мы как раз исполним Макшанскую народную песню, в основе Макшанской народной песни. Весеннее. Гора, гора, горочка. Прилетели грачи на гору. Представляете, в Мордовии есть горы. Вот после Дагестана как-то это странно, но вот так вот. Ну, это странно, да. Прилетели грачи, свели гнездо и вывели птенчиков. Вот краткое содержание. Содержание того, что мы сейчас услышим, да? Да, то, что вы сейчас слышите. У нас, естественно, поскольку такой стиль, где мы применяем свою фантазию, свое творчество вкладываем, у нас все гипертрофировано. Горы большие, грачи огромные, гнезда ярко-желтого цвета, а птенчики, птенчики, почему-то мы все время говорим, очень маленькие. Вот как-то так. Панда, панда, пандузи. Bye. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Какое-то белье, если бы. О, да, да. Это был такой момент, как раз, кстати, связан с легендарной группой Deep Forest. Это наши друзья теперь уже. И мы уступали в Москве вместе. И да, и вот Эрик одобрил эту идею сделать некий такой флешмоб, но основанный на традициях. Мы под песню о мировом древе, у нас береза вот у Мукши, как раз композицию, которую сделал вместе с нами Эрик Муке, мы предложили зрителям завязывать на этот посох ленточки, это тоже такая традиция, загадывать желания. Ну, мы люди честные, фольклор не приемлет лжи и фальши, и потом мы эти ленточки повязали на священный дуб, который находится больше в Близняковском районе республики Мордовия. И да, и это было удивительно, мы не ожидали, что будет такой ажиотаж и такой интерес вот к этому предмету. Больше даже как... Даже обидно стало, больше, чем к нашим ребятам. Ну, просто популярность была фореста слишком большая, мне кажется, да? И мы смеялись, что как-то вот тоже несколько симпатически так подходит к мужскому посоху подородь, когда уже ленточки закончились, да, стали люди завязывать чнурки от ботинок, ну, все, что напоминает ленточку, да. И один из предметов таких, это был лямка от Бюсгалти. Даже так, да? А подходили люди, потом отчитывали, что называется, говорили, у меня родился сын, или там какое-то желание исполнилось. Ездили несколько лет подряд на один и тот же фестиваль, и вот в один из годов, да, это второй, по-моему, год мы ездили. Мужчина подходит, девочки, девочки, подождите, у меня сын родился. И таких в тот год, только в тот год было двое мужчин. Так что, тут главное, видите... Ждите на гастролях группы Ойме, да причем вот с этим красивым посохом. Обязательно загадывайте желание, и оказывается, все это воплощается действительно в жизнь. Алексей из Курска. Ну, давайте, Алексей, прежде чем мы вас послушаем, мы просто вспоминали сейчас о выступлении с Дипом Форестом вашим совместным. Хотя бы кусочек хочу показать вам, потом вернемся. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вы сами видели, насколько погружены зрители в музыку, в атмосферу, которую создает коллектив на сцене во времена своих выступлений, не только в нашей стране. Но вы объехали же много, да, с гастролями с ним? Хотелось бы еще больше. Ну, да, были в Малайзии, в Европе, это, конечно же, Финляндия, Эстония, Венгрия, были в Польше, Украина, Белоруссия, само собой. Ну, и самое, я говорю, вот, конечно же, экзотическое выступление. В Лондоне мы выступали, я у Дип Фореста выступала. Это, ну, вот, самое экзотическое, это, конечно, было в Малайзии. Ну, сама страна экзотическая, я думаю, сама по себе уже, да? Да. А что там добавило экзотики в само выступление? В само выступление? Да, почему именно там? Ну, нас пригласили просто на фестиваль. Да, фестиваль там проходил, да? Да, фестиваль, Рейн Форест Рук Мюзик Фестивал. И у нас была большая программа, это и мастер-классы по традиционной культуре. У нас там все танцевали, пели, играли. И когда вот это все единое вместе со зрителями, не только на мастер-классе, но потом еще и на сцене, когда мы были. Вот меня покорила именно публика, которая там была. Там настолько все были едины, едины с нами. То есть вот этого ощущения, что здесь сцены, а там публика, его не было. Нет, все воедино было. Да, настолько вот энергетика. Но в то же время было такое ощущение, что вот я-то, у меня корявый английский язык, и дальше я уже с корявой перешла на русский, потому что там по-русски скажешь, и все понимают. Да, вот смотрят за жестами, за мимикой, и это такое ощущение, когда ты поднимаешь вот так руку, и весь зал тоже поднимает руки. В едином порыве, да, энергетическое. Да, чувствуешь себя властелином коллективом. Властелином колец. Так и говори. Властелин шей мира. Алексей из Курска. Алексей, добрый вечер. Слушаем вас. Алексей, добрый вечер. Алексей, перезванивайте. Михаил из Нижнего Новгорода. Михаил, добрый вечер. Слушаем вас. Михаил, добрый вечер. Да. Михаил, говорите, добрый вечер. Хорошо. Михаил, продолжай. Мне кажется, я отвечаю на вопросы. Да. Так. Отвечайте. Мне кажется, что они переняли. Это частушки. Спасибо большое. Ну, наверное, следует признаться, что это прям с первого захода, с первого выстрела. Ну, это, конечно, самый популярный такой жанр, который проник во все слои народов, которые проживали в России. Все его благополучно освоили, адаптировали, на своем языке исполняют. До нашего времени эти частушки. Мне кажется, эта частушка, это вот если мы говорим про Россию, не касаясь, например, Кавказского региона, это вот частушка, вот такая-то она объединяющая, да, это как лезгиночные ритмы, но уже, например, на Северном Кавказе. Мы просто путешествуем и там, и там, собираем фольклоры, неожиданно в разных регионах таких противоположных, поэтому поневоле мы как-то во время концерта уже начинаем сравнивать. Давайте Алексея из Курска все-таки услышим. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня смысла повторять ответ, потому что он прозвучал. А так, вот сюда группу вижу впервые и слышу ее впервые. Музыка нравится, я что-то пасуешь. Спасибо. Спасибо вам большое. Александр из Санкт-Петербурга. Александр, добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Слушаем вас, Питер. Александр. Да. Здрасте. Питер любимый. Здравствуйте. Я хотел девушек поблагодарить. Фантастическая музыка. Это такое открытие для меня. Фантастическое. Буду ваши диски искать. Обязательно куплю. Спасибо. И успехов вам максимального. Спасибо большое. Спасибо большое. В связи с пандемическим безобразием, к сожалению, гастроли ограничены у всех. Я думаю, у коллектива в том числе. Но пройдет пора и обязательно приедут в Питер. А мы, кстати, совсем недавно были в Петербурге. На фестивале Бориса Гребещикова. Мы еще успели в сентябре. Вы ехайте, выступите на таком замечательном фестивале. И Питер нас так тепло принял. И, в общем-то, даже... Ну, ладно. Но Багля тоже погружен сейчас, в том числе и в этническую музыку, да? Да. Это такой большой, хороший мужчина. Но я хотела сказать, дядька. Ну, просто он такой хороший, его хочется обнять вот так вот, да? И такое успокоение. Я когда посмотрела на выступление «Аквариума», мне дальше даже не музыка, а вот это вот состояние, которое присутствует на концерте «Аквариума». Это спокойный тон, умиротворяющий. Вот, оказывается, не только энергичная музыка, да, придает жизни, но еще и вот такое мудрое спокойствие. Это тоже верно. Хочется действительно жить. А так, несмотря на то, что вот сейчас мало концертов, концерты переходят в режим онлайн. И, наверное, такая не то, что просьба. Пожалуйста, наши треки есть на различных цифровых площадках. iTunes, Spotify, Google. Ну, найти несложно, короче говоря. Да, очень много «Яндекс.Музыка». И будем рады видеть вас всех в наших соцсетях. Мы очень любим диалоги. Ну, хорошо, а мы очень любим песни в исполнении группы «Оймик», которая в гостях у меня сегодня. Что слушаем сейчас? Вы хотите что-то такое... Вы хотите песню про таких птичек? Про таких птичек? Про одну птичку. Про одну такую птичку. Да, тогда у нас были грачи. Запомнили, да? Так, запомнил, да. А сейчас будет более шумная птичка. Ну, какая такая? Ну, знаете, она такая... Дятел. Да, точно. Только у нас будет не просто дятел, а мы будем бешеными дятлами. Это тоже песня, которая попадает под, скажем, такой переходно-зимний-весенний период. Масленичная песня. Особый жанр, диалоги с перелетными птицами. Ксюш, может быть, нашему замечательному ведущему... Что, мне нужно быть клювом стучать, что ли? Мы хотим вас вооружить инструментом очень шумным, не менее... Ксюш, что делать? Вот так? Можно вот так, а можно еще крутить, только подальше от меня лучше это делать. Бешеные дятлы, Ксюш. Вот так вот, вот так попробуйте. Еще, 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 еще. Отлично. Ну что, давайте тогда все вместе. Ловите момент, момент, а потом по энергии пойдет, по энергии. Давайте бешеные дятлы слушаем. Давайте, Ксюша. ПЕСНЯ Субтитры делал DimaTorzok 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 Песня закончилась, а бешеный дятел все никак не угомонится, поскольку вот эту энергетику меня вот, как и вас, я надеюсь, вводит группа ОМР, которая в гостях сегодня. Субтитры делал DimaTorzok В этом песенном сборнике. Потом вернемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Надо говорить про фольклор, а он живой. Это живой язык и обрядовый музыкальный. Я считаю, что нужно говорить все-таки в рамках современности. И поэтому не только подкреплять наш музыкальный материал, еще и таким современным видеорядом. Клип вышел в 2017 году. И получилось, что там у нас тоже есть маски. Причем это все, что-то случается в этом мире. Такая экологическая катастрофа, которая охватывает весь мир. И потом кто-то из пользователей соцсетей начали писать, что группойми она предвидела. На самом деле очень много было фирмов на тему эпидемии и так далее. Это свойственно вообще человечеству фантазировать на это тело. Позитивная что-нибудь на следующей песне какая-то будет? Или тоже эпидемия? Я думаю, что да, очень даже позитивная. Может, потанцуем? Давай, запросто. Я очень люблю танцевать в фольклорном ансамбле. Песня про девушку, которая ничего не делала, но удачно вышла замуж. Везет же некоторым, да? Борож Велесь. Конечно. Слушаем. 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 difícil. Слушаем. Слушаем. Да. Слушаем. Ну, признавайтесь, это был Ленин? Конечно же. Это он? Да, даже всякие прочитания были. Какие, например? Кто помнит? Ну, нет, мы как бы не помним, мы вот читали. Я думаю, что плач был по Ленину. Ой, ты наш Ильич дорогой! Ну, плач, прочитания, это, в общем-то, можно так сказать, донистично, да. То есть в сборниках действительно что-то... Вот вы же эти сборники сами изучали, смотрели? Да, и диссертации, которые выпускались в тот период времени, не могли выпускаться без информации. О той власти, о тех героях политических, которые в то время оглавенствовали. И поэтому я лично изучаю большое количество достаточно диссертаций. Там одна глава была обязательно посвящена. Или еще, да? Да, именно вот тому, что происходит в стране. Спасибо за то, что дается возможность изучать культуры. Слушайте, а вы по образованию всенародница еще, да? Помимо того, что по призванию. Ну, я имею в виду, вот изучают диссертацию. Не совсем так. Вот, а как это правильно называется? Мы с ежевикой этномузыкологи. Этномузыколог это правильно называется, да? То есть образование так. Это другая специальность немножко, чем народники. Ага. И вот дипломы, диссертации тоже писали по этносу, да? Каким-то образом. Да, но у меня дипломная работа, да, по свадьбе. По свадьбе? Да, хотите, потом я вам расскажу. Там очень много всякого, да, очень много всякого. И такого волшебного. Казалось бы, ну вот один из таких моментов, которые, ну, фольклористы прекрасно знают вообще, и вообще культурологи. И то, что, возможно, скоро вот этот момент тоже как бы будет, да, это прослеживается и в ключевых моментах жизненного цикла, таких как рождение, свадьба, или там похороны, или, к примеру, там календарные праздники, вот рождественский период, ну, как бы и так далее, да? Это вот, когда происходит определенная смена, вот, например, на свадьбе невеста становится женой. Она как бы символически умирает и находится даже в каком-то непонятном состоянии, и затем уже через символическую такую смерть перерождается в другом статусе. То же самое у нас происходит там в рождественский период, эти вот там маски, допустим, одеваются. Почему? Потому что считалось, что в этот момент открывается как бы врата в другой мир, да, и можно воздействовать на него с одной стороны, то есть это догадание, допустим, и так далее, а с другой стороны калядки поют, да? Ну да, вот про традиции и обрядоваясь, наверное, можно целую программу посвятить и просто поговорить и написать, как ты говоришь, диссертацию на эту тему. Конечно, можно. Но хочется у нас за оставшиеся 15 минут насладиться голосом и талантом группы Ойме. Что слушаем сейчас? Может быть, послушаем как раз Акапельна, да? Ой, было бы здорово, конечно. Нашли песню. Вот кто-то из девочек расскажет про эту песню? А это? Испомним песню, которую мы записали. В нашей экспедиции в Инсарском районе Республики Мордовия. И песня о том, что как боролся парень со змеем. Я не буду углубляться, думаю, стоит просто начать петь, и все сразу все поймут. Хорошо. Парень и змей. Парень и змей. Парень и змей. Парень и змей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну победители сегодня определены, я вот диск могу еще раз показать, который вы получите в подарок от группы Ойми, кто правильно назвал имя Ильича, во-первых. А во-вторых, кто частушки, вспомнил, вы нам перезвоните, обязательно вам отправят подарок от группы Ойми. Но поскольку финальные две песни занимают большое количество времени, нам необходимо петь прямо сейчас. Да, с удовольствием. Только, может быть, быстро представим коллектив или мы между песнями это сделаем? Представим. Ксения Забанова. Ксюша, очень приятно. Я начинаю с девочек Ларисы Зыбкина. Ани Панишева. Очень приятно, Аня. Да, в одежде шакшанки. Переходим к музыкантам. Да, Дмитрий Симонов. Так. Слушайте, а вас почти как нас уже стало. Мы не успеем спеть. Илья Ягода ударная и Влад Осколков, это скрипка. Очень приятно, Илья и Влад. Чем заканчиваем? Птичками тоже. Птичками и богиней. Давайте слушаем. Да. Нормонят? Включай, включай. А, Валя Осинский, звук рысёнычка, да? И больше, да, дядясь, лукцами носить, дядясь, да, да, я, дядя, да, да, я, дядя, да. А, Валя Осинский, звук рысёнычка, да? А, Валя Осинский, звук рысёнычка, да, я, дядя, 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 да, я, д Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok